Мафия 2, Red Dead Redemption, Alan Wake, APB, Трансформеры, Принц Перси. А также, чем компьютер лучше приставок и где притаились польские снайперы. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Привет! Если вы еще не играли в свеженький хит от создателей GTA, сумасшедший вестерн Red Dead Redemption, самое время сделать это. Почему? Ответ на этот вопрос в нашем сюжете. Разошедшийся тиражом уже более двух миллионов копий вестерн Red Dead Redemption обзавелся новым дополнением All Close to the End, которое добавило в игру режим совместного прохождения, причем наводить ужас на Диком Западе, ну или наоборот охранять порядок, кому как нравится, смогут одновременно до четырех геймеров. Правда, сделать это дадут всего в шести специальных миссиях, зато скачать это дополнение можно абсолютно бесплатно, что большая редкость на Диком Западе. В смысле, у них же там все за деньги, и тогда так было во времена Red Dead Redemption, ну и сейчас. В общем, если друзья на вас обижаются за то, что вы постоянно валите их в мультиплеере, приглашайте их в режим совместного прохождения, пусть немножко порадуются. А потом снова валите в мультиплеер. Недавно в сети появилось занятное видео, в котором подтвердились слухи о том, что симпатяшка Роузи Ханктингтон Уайтли заменит очаровашку Меган Фокс в третьей части боевика Трансформеры. А вот в вышедшем экшене Трансформеры Война за Кибертрон никаких девушек нет, только роботы, роботы и, как это ни странно, роботы. А что тут удивляться, ведь это игра про роботов. Все любители говорящих роботов-трансформеров наверняка обрадовались выходу экшена Трансформер Война за Кибертрон. Ведь это не очередная тупая стрелёнка по фильмам, а полноценная игра во вселенной робо-оборотней, повествующая о самом начале войны автоботов и десептиконов. Но кто не знает, это хорошие и плохие роботы соответствуют. Фишка игры в том, что в ней Трансформеры ещё не разделились на добрых и злых, и пока роботы воюют друг с другом за свои права, резонно полагают, что право на это есть именно у них. Но мы-то с вами знаем, что в результате этого крово-в смысле масла пролития родной мир Трансформеров будет разрушен. Они прилетят на Землю и станут героями двух фильмов. Но это всё будет потом, в будущем. А сейчас у вас есть отличный шанс разрушить планету роботов. Не выпустите. Третий фильм про Трансформеров обещают выпустить только через год. В том же году разработчики ролевой саги Dragon Age планируют выпустить фильм по своей игре. Но не простой, а мультипликационный. Премьера назначена на май. А вот следующая игра, наоборот, очень многое позаимствовала из таких фильмов, как «Взвод» и «Снайпер». Ведь это шутер про американского снайпера во Вьетнаме. Правда от поляков. Польский шутер про вьетнамскую войну «Снайпер Гост Вориор» вышел сразу и на персоналках, и на Xbox. Приключения американского солдата во враждебных джунглях поначалу кажутся интересными. Но после 100500-го замедленного полета пули, как в Max Payne, становится очевидно, что вы играете все-таки в польский шутер. Об этом постоянно напоминают дерганные противники, размытая графика и невероятное количество глюков. Однако «Гост Вориор» — это все-таки новый уровень польского шутера строения. Похоже, эра совсем уж трешовых стрелялок заканчивается. И если кто-то по-настоящему любил эти глючные, шаблонные, скучные шутеры, у вас есть прекрасный повод всплакнуть по этому старому доброму трешу. Как раз на плече снайпера «Гост Вориор». Для кого же ты нас покидаешь, польский трешак? А мы оставим тему польского треша и перейдем к блоку невышедших игр. На выставке E3 было объявлено, что разработка продолжений таких хитов, как «Драйвер» и «Ред Фэкшн» идет полным ходом. И мы получим их уже в следующем году. А вот боевик «99 ночей 2» появится уже через месяц. Правда, лишь для консоли Xbox 360. Совершенно неожиданно перед владельцами Xbox 360 нарисовался новый эксклюзив «Nightin' Nightin' Night 2», который появится 29 июня. Это рубилово, название которого переводится как «99 ночей 2», перенесет геймеров в волшебный мир, где правят злые правители, а противостоят им отважные герои. Все эти разногласия можно уладить с помощью большого меча. Чем и занимаются на протяжении игры три отважных героя. Громила с тупым, но добрым лицом, симпатичная девочка и добрый молодец и красавец, писанный ассасин. Против такой кампании сотни, да чё там сотни, тысячи врагов, не армия, а так толпа тараканов. Суперприёмы, комбы и магия разметут всех противников по углам, а главному гаду достанется по самое неболуся. Ну и правильно, потому что нечего такие рожи строить. Негодяй, на тебе. Если выхода 99 ночей 2 мы ждали не то чтобы очень сильно, то вот на следующую игру некоторые буквально молятся. Ведь это продолжение знаменитейшего и популярнейшего, ну по крайней мере у нас в России, экшена. Внимание! Мафия! Угождённая, заочно всеми любимая, самая-присамая Мафия 2 как никогда близка к выходу. Её появление на консолях и PC случится 24 августа. И этот день навсегда счастливит миллионы фанатов, которые пока яростно спорят, на какой платформе приключения Витта Скалета и его друга Джо будут смотреться краше всего. И пока фанаты PlayStation и Xbox грызут друг другу глотки, как мафиози в игре, разработчики порадовали нас новыми трейлерами, в которых мы с гордостью продемонстрировали полное разрушение всех объектов в компьютерной версии. Вот так-то, приставочники, смотрите и завидуйте. Компьютерная мафия самая продвинутая. А кто попробует с этим поспорить, у нас разговор короткий. Парни с битами своё дело знают. Раз и всё. Недавно в сети появилась информация, что разработчики таких хитов, как Fire in Gate и Heavy Rain, вовсю трудятся над новым проектом. Сейчас они как раз проводят кастинг на роли главных героев. Надеюсь, в их новой игре мы увидим немало интересных сцен, вроде той, где главная героиня принимала душ, а потом на неё напали трое злоумышленников. А вот разработчики триллера Alan Wake, прямого конкурента Heavy Rain, тоже на месте не сидят, а готовятся выпустить сразу несколько дополнений к своему хиту. Если вы уже прошли все испытания вместе с писателем Alan Wake в одноимённой игре, то не стоит забрасывать диск на полку. Потому что разработчики решили подарить нам ещё три дополнительных эпизода. Ну, не совсем подарить, конечно, эпизоды платные. Но если вы в восторге от сражений Аллана с порождением тьмы, то вы их наверняка приобретёте. Один эпизод под названием The Signal уже вышел, второй, The Ride, появится скоро. Что касается третьего, то это пока тайна, покрытая самым мрачным мраком, который только и есть в Alan Wake. Но мы верим, что после выхода этого таинственного дополнения разработчики анонсируют полноценную вторую часть, ну или хотя бы компьютерную версию. А теперь немного странного. Вот это обычная PSP. Наверняка вы видели людей с такими штуками в метро, или даже сами в неё играли. А вот режиссёр клипа группы Винтаж на песню Микки легко превратил PSP в непонятный гаджет с сенсорным дисплеем, на котором певица перемещает какие-то фигурки. Но это ещё цветочки по сравнению с тем, во что трансформировали PSP авторы российского боевика на игре 2. Они сделали этакий гибрид планшета, игровой консоли и пульта от видеомагнитофона. Всё-таки фантазия наших дизайнеров безгранична. Возможно, скоро мы увидим PSP-портсигар, или PSP-стиральную машинку для носков. Про готово. Далее виртуалити. Как стать настоящим хулиганом, и что делать, если на вас напали настоящие хулиганы. С вами снова виртуалити. В этой части программы мы берём скрипку, трубу и контрабас. Едем в гости к разработчикам и мучаем их этими музыкальными инструментами до тех пор, пока они не расскажут нам всё о своих играх. Ну, на самом деле, нам достаточно сыграть лишь пару аккордов, чтобы у них из ушей фонтаном забила кровь. Итак, сегодня мы отправляемся в Шотландию, где разработчики GTA создают сетевой экшен про бандитов и полицейских APB. Всегда мечтали сделать наколку на затылке, выйти с пушкой во двор и дать люлей хулиганам? Ну или прокатиться на шикарном лимузине, чтобы одноклассники подавились своим обедом от зависти? Или вам нравится на бешеной скорости врезаться в фонарный столб и при этом остаться невредимым? Ну что ж, All Boys Bulletin в этом вам поможет. Какие ассоциации приходят вам на ум, когда вы слышите про Шотландию? Сейчас попробуем. Значит, Лохнецкое чудовище, Волынка, Парни в юбках, GTA. Именно шотландская студия DMA подарила миру эту легендарную игру в 97-м году. Кто бы мог подумать, что этим носителям юбок не хватает острых ощущений? И что хватит им фантазии создать игру, где главный герой — отъявленный преступник? Но если вы думаете, что угонять машины, грабить и стрелять во все подряд — это самое большее, на что способны шотландские разработчики, то подумайте еще раз. Ведь можно угонять, грабить и стрелять в режиме онлайн. А? Не ожидали? Но если и этим вас не удивить, то мы представляем вам игру All Points Bulletin. В тихом шотландском городе Дэнди находится компания Real Time World. В послужном списке этой компании значится разработка игры Crackdown для Xbox 360. Тот самый шутер, где модифицированный до зубов агент пытается помешать процветающей в городе преступности. Игра добилась серьезного успеха. За первые полгода существования ее купило более полутора миллионов человек. Сюжет для новой игры у компании родился как-то сам в собой. А что, если мы расскажем истории про бандитов и полицейских? Или нет? Это где-то было. Неважно. Студия создала не просто какую-нибудь онлайн-версию GTA. От мужчин, которые носят юбки, таких банальностей ждать не стоит. APB — это стопроцентный онлайн-шутер с чисто социальными мотивировками. Мы хотели создать игру про современную городскую жизнь, про криминальные силы, которым противостоит закон, порядок. Но ты сам выбираешь на чьей-то стороне. В отличие от многих онлайн-взеленных, мир APB компактный. На первых порах одновременно он может принять не более 100 пользователей. Игроков помещают в город Санфаро. Обычный мегаполис со всеми его прелестями. Шоппинг-центры, казино, клубы, пробки на дорогах, уличные разборки, шатающиеся прохожие, симулирующие активную жизнь. Но самое интересное — то, что придавать жизни этому городу предстоит самим игрокам, а не компьютерным персонажам. Все, кто вас окружает, все, с кем вам предстоит общаться или кого приходится бить в лицо — это люди из сети. Идея в том, чтобы в этой игре ничего никогда не повторялось. Все как в жизни. От того, что будете делать вы и что будут делать другие игроки, зависит развитие сюжета. Суть игры — это классическое противостояние злых бандюков и справедливых копов. Разборки могут происходить в любом месте, в любое время. Игроков будут постоянно друг с другом сталкивать. Разработчики обещают огромное количество острых ситуаций, где придется выбирать, кому и когда намалять. Раз это шутер, то, понятное дело, будет много оружия. Более 40 видов. Есть обычные пистолеты, шатганы, базуки. Также навороченные пули, гранаты, ракетометы. Ну и все в таком духе, чтобы было стрелять интересно и красиво. Быть копом или бандитом — решать вам. За один день можно побывать и тем, и другим, а в перерывах еще и поторговать мороженым в парке. На одних только разборках разработчики не зацикливаются. Это самая настоящая компьютерная онлайн-игра. Здесь есть полноценная городская жизнь. Где-то гоняют стритрейсеры, кто-то занимается пошивом одежды или тюнингом тачек, кто-то просто разрисовывает стены из баллончика. Да что там говорить, только на настройку персонажа можно потратить уйму времени. То, как вы будете выглядеть в глазах окружающих, зависит только от вашей фантазии. При этом в APB нет прокачки персонажа. Никаких уровней, очков, навыков, школ, огненной ноги и прочих утомительных обучений. Все, что есть у персонажа — это полоска со здоровьем. Но, конечно, самым упорным и успешным игрокам будут вываливать крутые пушки и тачки с девочками. В общем, все необходимые атрибуты, чтобы стать авторитетным пацаном или геройским стражем порядка. Я уверен, что игра вам понравится, и мы хорошо над ней поработали, чтобы вам было интересно попробовать абсолютно все. Конечно, на достигнутом мы не остановимся. Работа над игрой продолжается. Недавно был завершен бета-тест игры. Все, кто принимал в нем участие, сейчас одобрительно кивают и говорят, что игра доставляется. Само собой, ее качество отражается и на системных требованиях компьютеров. Они, надо сказать, не самые хилые. Выход APB на компьютерах в Европе и России назначен на 1 июля. Разработчики тешат нас еще и тем, что впереди выход на консоли. Но когда случится это, неинтересно. Зато компьютерщикам осталось ждать выхода APB всего пару дней. В следующий раз мы отправимся в еще одно очень интересное и очень опасное путешествие. Далее в виртуалити. Кто остановит летающего опоссума и зачем ослику болгарский перец? Это в виртуалити. Мы вернулись и приглашаем вас в компанию трех геймеров. Они получили от нас три игры, в которые можно порубиться на вашем любимом компе. А вот стоит ли это делать, вы узнаете, послушав наших гостей. Но для начала знакомьтесь. Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист. Играет с 1988 года. Любимая игра StarCraft. В играх больше всего ценят баги и фраги. Игорь Белкин, выпускающий редактор портала Lenta.ru. Играет с 1996 года. Любимая игра Unreal. В играх больше всего ценят смерть и разрушение. Илья Мэдисон, редактор портала Routube.ru. Играет с 1996 года. Любимая игра Metron. В играх больше всего ценят трэш и угар. Итак, первым в руки наших геймеров угодил Rocket Knight. Обложка предлагает нам использовать мастерство и ракетный ранец в сражениях с армией волков. А также с неизвестным персонажем в красном. Слово геймерам. Давным-давно, когда мы все были маленькими, а некоторых из вас, дорогие телезрители, еще вообще не было в живых, была такая приставка Sega Mega Drive 2. И на ней была такая замечательная игра Rocket Knight. Прошло полтора десятилетия, и добрые люди решили, что пора бы одну из игрушек для этой Sega Mega взять да переделать. Вот, собственно, так и вышла игра Rocket Knight. Главный герой Rocket Knight по профессии – ракетный рыцарь. По национальности – опоссум. Защищает свою страну от мерзких свиней, а вот в данной игре – от нашествия волков. Но это не значит, что свиньи не появятся. Единственное, что удивляет – это то, в каком ужасном мире живут эти мультяшные персонажи. Казалось бы, они должны веселиться, заниматься друг с другом разнообразной любовью, но вместо этого они уничтожают друг друга. И вот если дети начнут в это играть, то какой пример подают им эти звери? Звери – такие звери. Прошедшее десятилетие свинский военно-промышленный комплекс не сидел, сложив копытца. Поэтому не удивляйтесь, если вам будет противостоять точно такой же ракетный рыцарь, только рыжего цвета. Проходится игра до обидного быстро, за какой-то час. И наибольший интерес она представляет для тех, кто очень любит каждую игру пройти просто-напросто досконально, не потеряв ни одной жизни. Сейчас полно людей, которые вздыхают по стареньким аркадам. Вот если вы тоскуете по временам Ёжика Соника, Rocket Knight – отличная замена. Если у вас есть дети, которые еще не знают, что такое сложные, как жопа платформеры, которых вы хотите посвятить в таинство своего детства, вы скажите, сынок, ну-ка пройди эту игру, а то я тебе ремнем по жопе. Посоветовать эту игру можно тем, у кого в детстве была приставка Sega Mega Drive 2 или тем, кто мечтал ее получить. В конце концов, это для вас будет отличное путешествие в глубочайшее детство. Игрокам помладше я бы советовать не стал, вы, скорее всего, не проникнетесь. Второй игрой, попавшей под раздачу, стала ролевая бродилка Хейзен Шопот Тьмы. В игре, как уверяет обложка, придется взять в руки оружие и дать отпор силам зла на просторах долины и в зловещих пещерах. Что на этом скажут геймеры? До выхода игры Diablo 3 очень нескоро, но всякие разработчики из восточных Европ не дремлют. Они считают, что если они сейчас выпустят любое говно, фанаты серии Diablo возьмут, кинутся и купят его с потрохами. Ху**, не купят. Болгария, прекрасная солнечная страна, которая подарила нам Филиппа Киркорова и никак не хочет принять его обратно, в данный момент разработала игру Diablo. Но, к сожалению, назвала ее Шопот Тьмы и это все испортило. У меня, естественно, самые пошлые ассоциации с Шопотом Тьмы. Игра Хейзл Шопот Тьмы представляет собой совершенно беззастенчивый клон Дьявла. Ты ходишь по таким мрачновато-цветастеньким локациям и убиваешь врагов. Главный герой наполовину голый, похож на мрачную гориллу с огромными руками. Я думаю, что если он начнет дрочить, то улетит в космос настолько нездоровенный. Помимо того примечательного факта, что игра Хейз провалилась даже в торрентах, она еще может похвастаться тем, что за главным героем постоянно бродит ослик, вопрошающий ослик. Возможно, это я, который не нашел свой хвост у совы и пришел спрашивать у его варвара. С самого начала игры за вами начинает ходить осел, над которым висит знак вопроса. Видимо, сами разработчики не знали, зачем они его вставили. Этот знак вопроса символизирует. Ребята, если вы знаете, зачем за вами ходит этот осел, то напишите нам письмо, и мы его, может быть, уберем из игры. Игру Хейз можно посоветовать тому, кто в детстве очень сильно переживал из-за ослика и а-иа, утратившего свой хвост. Возможно, где-нибудь здесь, в ошметках зомби, он найдет свой утерянный артефакт. Но всем остальным эта игра вряд ли понравится. Игру «Жопа тьмы» можно порекомендовать всем тем, кто очень любил Диабло и никак не может дождаться третьей части. Вот. Ребята, держитесь. Короче говоря, это полный отстой. Болгарам, по-моему, надо не игры делать, а перец. Напоследок мы выбрали экшен «Принц Персии. Забытые пески». Его красочная обложка предлагает игроку вместе с персийским принцем, используя новые боевые модели магии, сразиться более чем с 50 врагами сразу. Что думают по этому поводу наши геймеры? Это не совсем тот теплый прием, которого я ожидал. «Принц Персии. Забытые пески» — на мой взгляд, это одна из слабейших, наверное, от игр из серии «Принц Персии». На их, видимо, связанных с тем, что вышел одноименный фильм, и, соответственно, аудитория игры 12-летней девочки, которые любят письку Джейка Гилленхола, и, соответственно, даже главный герой стал совершенно похож на унылого этого самого актера. Казалось бы, трилогия «Принц Персии» завершилась благополучно. Но что делать? Разработчики «Принцов» подумали, «Есть еще песок в сахарницах». И сделали часть такую, не совсем четвертую, но где-то между первой частью «Принца» и второй частью «Принца» был такой, знаете ли, «Принц Полтора». «Принцов Персии» — это самый яркий на моей памяти случай, когда вмешательство кинематографа превращает игровую серию в полное говно. В данном случае «Принц Персии» спасает собственного братишку от песчаной армии. Довольно сложно в двух словах объяснить, что мне в новой части «Принца Персии» не понравилось. Она просто какая-то никакая совсем. Меня всегда интересовало, почему именно «Принц Персии». Почему, например, не сделать игру «Мэр Москвы», где, соответственно, Юрий Лужков прыгает со стены на стену по Кремлю или по постройкам, которые он возвел на окраинах Москвы. Это было бы намного интереснее, я считаю. Рекомендовать «Forgotten Sands» можно всем тем, кому до безумия понравился фильм про «Принца Персии». А вот заядлым геймерам я бы ее советовать не стал. На мой взгляд, лучше еще раз пройти игру 2008 года, а не вот эта вот вторичная гава. Это просто песок. Чудо вспомнилось. «Мы строим замки из песка, мы инженерные войска, ты слышишь, как орет комбат? Вперед, страйбат!» Игра для вас, ребята. Играть в это или нет, решайте сами. А на следующей неделе нашим геймерам предстоит разобраться еще с тремя играми. Также мы продолжим рассказ о главных играх выставки Е3. Злые инопланетяне, добрые супергерои, отважные искатели приключений, на свою голову быстрые гонщики и медленный апокалипсис. Это только начало. Стэнбай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова